Ледовый дворец – объект, который ждет весь Губкинский. График строительных работ подрядчик опережает на три недели. Свайное поле готово. Под его забивку ушло около тысячи свай. Строители приступили к земельным работам ледовой арены. 446 кубометров бетона уже залиты в конструкцию площадки. Пока на объекте трудятся 32 специалиста. У нас в основном здесь идут работы по металлоконструкциям в данный момент. Бетон и металл. То есть это уголки, наваривание арматуры, различные. То есть сейчас еще бетонные работы идут. Сейчас подрядчик сдает исполнительную документацию о проделанной работе и готовится к следующему этапу – возведению каркаса здания. Ход строительных работ контролируют общественники и представители партии «Единая Россия». Будет более комфортно в основе. И само катание, само на льду будет совсем по-другому ощущаться. Это очень важно. Ну и, конечно же, мы же откроем новую секцию. Ведь спорт – это фигурное катание, очень популярное среди нашей страны. У нас олимпийские чемпионы, знаете, чемпионы мира. Я думаю, что в нашем городе мы также воспитаем замечательных детей. Как мы видим, свайное поле уже забито, все бетонные работы закончены. Со слов подрядчика, идут в графике, даже с небольшим опережением. Ну, есть уверенность, что объект будет закончен вовремя. В здании Ледового дворца разместятся тренажерный зал, медицинский кабинет, сауна, ледовая арена, раздевалки для хоккеистов, комнаты для тренеров, помещение проката коньков и хранение спортивного инвентаря. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году. Олеся Леднева, Данила Индюков, Новости Губкинского.